Давайте начнём с помех, а потом как с ними боремся. Нам тоже помехи. Нет, ну источники борьбы с помехами у нас. А помирование сигнал отдельно. У вас голая физика берет. Про фермера скажите. Ну, это не помех, это скорее воровство, в чистом виде. Тросфомат, вы себе представляете? Тросфомат. Не, ну всё равно получить не стоит. Есть несколько видов помех. Первое, это несовпадение тактовых частот генератора, принимающего и посылающего. А еще не помеха, это проблема, это уже в кондиционном виде. В кондиционном виде. Именно искажение сигнал. Искажение, ну, в каком уже источнике. Проходит провод, из какого-то одного места, передается информация в другую. И из того же места, ну, так вот, проходит информация. Эти два провода, например, недалеко стоят совсем. Прокладка, ну, один, не просто скажите. Оболь информационный, да? Да. Ну вот, а так как, один глушит другой, потому что они находятся близко. Первый глушит. А? Первый глушит, извините, пожалуйста. Искажает информацию. Какой образ, с точки зрения физики? Каждый провод излучает, ну, вокруг него состоится фольер. Передающие антенны. Ну вот. Да, две антенны, ну, друг другу пареньки делают. Передают и принимают. И когда здесь какой-то файл переходит, например, и, например, отсюда тоже перешел файл какой-то, они друг друга портят. Ну, да, файл, конечно, рефор, на самом деле. Не, да, файл, а какой-то код, сигнал. Код, сигнал. Круг. Да, да, то есть, друг код какой-то. Неважно. Что происходит с передаваемым сигналом по пути сюда, до того, чтобы у нас второй провод молчит, как-то любая. А этот файл может быть не файл, а сигнал, у нас есть провод, который уже вернет. Да. Вот, заметим, файл. Ну, для понятности, сделаем сад. Покурает, что у нас пересекли, в конце концов. Что вам почитали здесь? Какая-то форма. Форма? Форма, где-то, что вам не стало. Садовая стиль, у нас еще нет. За предельный этот сад нет. Что там? Затухнет совсем. Ну, вот здесь, да? Да, уже, ну, вот здесь нормальный стиль. Ну, да. Низкий уровень. Да, и не читаем вообще. Ну, есть 있�ный стабильный. Ну, у нас есть еще уровень, с которым мы читаем 0 единиц. Выше 0, ниже 1. А мы, хорошо... Но здесь мы можем потерять часть. Мы будем уйти по уровню единицы. И просчитывается, может, длинули. Это вообще произвольно происходит. Почему? Ну, вот и черный пол выберет. Отчем к сопротивлению? Так, сопротивление у нас есть такое. Если мы передаем переменный сигнал, очень широкий. У нас есть обычный электрический сопротивление на постоянном угол. Индуктивное сопротивление переменного. Хорошо, если у нас идет такой длинный камер, у нас очень умный камер, сделал красиво, обошел уголок. Есть еще стопки. Ну, это... Что возьми? Ну, это кривые руки, во-первых. Ну, руки это к хирургу. Да. Сигнал на пиросигнал. Часть отражается, часть проходит. Не доходит полностью. То есть, дополнительная потеря прямого камеля, отражение сигнала прямому углу не допустим. Вот. Нужно загнуть его. Вот как вот. По стандарту у нас... Да. В этом случае производитель гарантирует попадание в стандарту. Хорошо. Какие еще проблемы поджидают? Наш сигнал по пути? Ну... Я уже сказал... То же самое. Хорошо. Хорошо. А что еще? Ради чего применяем так называемую ветвую пару? Ну, чтобы избежать не так... Спиральная антенна чуть не хуже прямой. А. Если у нас проходить металлический провод... Да. Есть, например. Угу. Угу. То... Ну, у вас в этом дискомфорте влияет на... Хорошо. Попробуем. Вот здесь мы запустили нашу красивую последовательную фону, конечно. Здесь у нас дегает 50 Гц. А сколько у нас здесь до 100 Гц? 125 А. Что произойдет с картинкой вот здесь? Причем имейте в виду, что здесь у нас идет там 20 А. Ну, здесь и течение. Ну, вот это нам ложится. Кто на кого наложится? Это это. Да. Да. Ну, по сути-то, оборот. Ну, вот это побольше будет. Здесь 220 Вольт. И там 20 А. Здесь у нас в пределах там 3-4 Вольт. Да. Кто на кого наложится? Да. И что у нас будет на выходе сигнал? Да. Ну, это не совсем кривое. Да. Вот это маленькое. Ну, вот это маленькое. Ну, из более... Да. У нас частотный. Да. Он частотный. Сигнал вот так вот начнет крутиться. Ну, да. Ну, что с этим можно придумать? Ну, что... GT-пара. Ну, как она используется? Что она нам дает? Ну, а... Наш провод одинаково... Ну, это графический. Он одинаково влияет и как на один провод, как на второй. И мы получаем одинаковую добавку. Ну, если у нас здесь провод... Ну, вот здесь, как и ну, на обоих проводах есть какой-то сигнал и... Какой сигнал мы используем? Почему, например, в серии проводов тоже используются два проводника под данные, вместо того чтобы один и земля? Причем практически нигде не используется просто провод сигнальный относительно угла земли. Почему мы здесь не мерим? Почему мы берем два проводника и что на них подойдем? А, а что мы берем? Мы используем, как называемый, дифференциальный сигнал. Так? Что с ним происходит? Пожалуйста, мы прошли ряд на сигнал и минимум. Ну, он нужно оставить. Ну, разница между ними стоит и даже. То есть, если мы, грубо говоря, вот это вот, вот это вот. Вот у нас добавились наши 220, и что мы с ним делаем? Мы можем выбрать постоянную величину. Ну, не 220, но наводок не помню, конечно. Да, мы можем выбрать постоянную величину. Мы выбираем постоянную величину, по-прежнему продолжаем видеть только разницу между этими проводками. Наводки нам, в общем-то, становятся не страшны. В целом. В целом. Но, как у нас доедет мощность навода вот в вот это расстояние? Ну, чем ближе, чем квадратное расстояние. Да, расстояние. Пропорциональное квадратное расстояние. То есть, увеличить расстояние вот такого до 4. Вот до такого, во сколько раз мы с крылья будем заглянуть? У нас где-то с 4 раза увеличено стоит, а с 16 раз. То есть, если в 10 раз увеличены, то на 6 раз. Очень удобно. Ну, например, если эта петальпара проходит сначала одну нынную какую-то, там закончилась где-то там, ну ладно, в другую сторону, и вышла еще одна, с другой уже частотой и напряжением вообще. Но у нас питающие. А? У нас питающие 220. Ну, тогда добавка другая ваша. 50 Гц. 50 Гц. Ну, вот эта штука останется. Просто добавится еще одна такая. Да, но все равно тут постоянно застанавливается. И тогда надо будет... Это надо уже тогда проверять и потом, ну, тестирует, потом уже отнимать то, что нужно. Ну, надо просто тестирует. Просто берем разницу между нашими проводами. Разницу. Смотрите, если у нас пришло пункт в тормах, у нас 220 на улице. Здесь уже сигнал хоть больше. У нас здесь будет 225 и 220. Разница все равно 5. Сколько мы тут не имеем. Да, если мы переведем 10000 на 5. И много у нас 10000, то разница у нас все равно. Наши честные, не равные. 10,5. Ну, можно же так получиться, что разница немножко изменилась. Ну, конечно. У нас же идет на потухание, перекрестные намотки и все что угодно. То есть, в принципе, там, между ними либо 6, либо 4. Ну, 6 вряд. Ну, 4. Таким времени вряд ли сможет добавить напряжение. Вот отнять немножко можно. Хорошо. А если у нас вот в проводе, который зарисовался, то мы знаем, что используются две пары для опасности. Никаких внешних помех в нашем лабораторном случае у нас нет. Мы правильно все положили. Здесь у нас расстояние миллиметров. Здесь мы видим сигнал на поле. Как у нас будет выглядеть поле читаемого сигнала и помех на каком-то расстоянии? Как-то как бы... Позабываем, что это у нас антенна объекта. Как вы совершенно верно сказали. Может быть, как-нибудь... Уровень сигнала. А второй, тогда если будет у нас голубая пробка. Зеленого нет. Используется обычная красная и зеленая пара по этой минуте. И, соответственно, разница. Вот, вырублено, что у нас происходит. По поводу что? Ну, вообще. Мы передаем поводу. Вот он у нас пошел. Что мы у меня вычитаем? Невероятно будет что-нибудь из такого. Это у нас что вы сейчас изобразили? Что происходит? Затухание. Затухание. Что еще у нас есть сигнал? Какая проблема? Наводки. Перекрестные? Нет, какие разные. Ну, перекрестные. Как будет выглядеть уровень перекрестных наводок? То есть сигнал с голубого кабеля, соответственно. Ммм... Уровень наводок у нас при нулевой длине кабеля какой? Если у нас длина антенны 0. Какой у нас уровень перекрестных наводок? 0. 0. 0. Совершенно верно. Значит, абсолютно так вот. Ну, примерно. И где у нас точка неработоспособности? Ну, ладно. Эта точка где у нас пересекли сегодня. На самом деле, нам же нужно только читаемый уровень сигнала, правильно? Да, да. Вот. Есть какой-то... Какой-то перекрестный уровень перекрестных сигналов. Ну, да. Здесь уже все гарантированно читается. Здесь наша электроника уже не в состоянии уверенно прочитать. Поэтому вот у нас получили границу читаемости. На самом деле, точная форма этих кривых тема отдельная, достаточно сложная. Для того, чтобы с этим бороться, используются достаточно забавные вещи. Например, шаг в струбке разных пар получается разных. Ну, делаются умышлами. Да. И они хуже друг по другу на воде. По специальному образом подобному, чтобы уменьшить эту величину. Пары можно экранировать. Индивидуально экранировать каждую. И их вместе тоже экранировать еще один. Этим мы защищаем от перекрестков наводок, загоняя каждую фольгированную трубку. А потом с топором загоняем еще эту фольгированную трубу, защищаясь и от излучения во внешнее пространство, и от внешних наводок. У нас позволяет линию теоретически удлинить, что самое главное, повысить ее померку устойчивости. А практически? Практически тоже? Ну, практически за стандарт выходить не надо, потому что у вас все равно идет размывание правоугольных нафтов, сигнал становится тоже. То есть мы из четкой пилы на выходе постепенно начинаем получать что-то вот такое. Стандартный пилы, ну сколько у нас стандартное расстояние? 100. Одно-то время горизонтальный пилы. Что можно еще использовать для борьбы с помехами? У нас, например, надо провожать кабель через трансформационную подстанцию, не может. Там такие токи, что... Большинство... Да. Что провод расплавится. А, автоволоктой расплавится, которая вообще не... Которая к внешним помехам абсолютно спокойно относится, не боится, только если не расплавится. А что с ним случится? Электромагнитные пули на него не действуют. Да не просто. Прямая сплавалась здесь всегда просто. Это одно, это как бы уже... Ну, если у вас такие температуры, что плавится стекло, туда кабель прокладывать не надо. Радиоканал пошел наверх. Скорость радиоканалов, конечно, будет меньше. Почему скорость радиоканалов всегда будет меньше? Потому что... Я послал к картину, возьмем... Возерна. Обычный соток изерна. Возьмем. 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 150 формально мегабитовую. Возьмем. Сегодня у нас коллизии в изернах сделали ручку. Но это одно работаем только через компьютер. Сколько мы здесь получаем линейную скорость мегабайтов в секунду? 100. Мегабайтов в секунду. 12. 109 грамм. 12. Минус некоторое количество уже мегабайтов, но можно решить хоть на 10, снижать на 12 мегабайтов в секунду. А сколько мы получим здесь? Ну, практика есть в кого-нибудь? Дома Wi-Fi есть на 150. Компьютерный компьютер переливали что-нибудь по Wi-Fi? 150 мегабит здесь, дома? В общем, вы себя дома. В Wi-Fi роут. Стоит два компьютера через Wi-Fi, друг на друга и переключают. Сколько будет у нас реальной линейной скорости? Здесь у нас, если они через кабель присоединены, можно добиться вот такой скорости. В Wi-Fi роут. Уже компьютер на один вирус зависит. Ну, это у нас 2. Ну, что? Ну, 151,8 в мегабайтах. Совершенно верно. А на практике сколько мы получим? Меньше. Меньше. В теории мы знаем, сколько мы получим. А на практике мы получим мало. На практике хорошо, если мы здесь из-за этого для двух компьютеров добьемся на одного радиоканале. На практике, я говорю, вы и шести-то не любите. Добьетесь 5, даже там, 4-5 мегабайт в секунду в радио сети на 150, щеляете, что мы все не привезут. Потому что у нас там есть и коллизии в полный рост, поскольку воздух на роль интеллектуального мутатора тянет очень слабо. Да, особенно если у нас дождь. А если... Испорчена среда передачи.